Попасть в долговую яму несложно, а вот чтобы выбраться из нее, нужны не только деньги, но и нервы. В нашу редакцию обратилась жительница Кохмы. Она просрочила платеж по кредиту чуть больше, чем на месяц. И теперь ее жизнь превратилась в настоящий кошмар. Женщине непрерывно звонят по телефону, пишут СМС и стучат в дверь неизвестные люди. Сниматься Татьяна отказалась. Говорит, и страшно, и стыдно. А вот рассказать и показать, чем могут обернуться займы в микрокредитных организациях, согласилась охотно. О долге Татьяне напоминают стены в собственном подъезде. Неизвестные списали их маркером и баллончиком. Развесили фотографии женщины, чтобы все жильцы дома были в курсе проблем с соседкой. Начинается давление. Чтобы найди, где хочешь. Причем сумма совсем другая называет, не те, которые в договоре были указаны. Проценты, пение. Самое главное, что сумма увеличится до совершенно невозможности. Женщина уже выплачивает два крупных кредита. Один из них ипотечный. Говорит, когда кошелек опустел, воспользовалась услугой займа в двух кредитных организациях. В одной фирме взяла 25 тысяч рублей, в другой – 50. Часть суммы выплатила. Однако в последнее время зарплаты на все долги не хватает. С просрочкой проблемы усугубились. Обрезали интернет, обрезали телефонный провод, сломали замки. Причем в замки влили клей. Написали баллончик. Сначала маркером написали, на второй раз баллончик. То есть дважды приходилось вызывать полицию. Кто это делает, Татьяна не знает. Коллекторы или кто-то другой – неясно. От хулиганства и порчи имущества дело перешло к угрозам. Например, такое смс-сообщение. Не оплатишь долг – пожалеешь. Перезванивать адресату бесполезно. Все номера недоступны или не отвечают. Юристы рассказывают, с января 2017 года законодатель четко регламентирует, какие действия коллекторских агентств допустимы в отношении физических лиц, а какие категорически запрещены. Если кредитор передает права по взысканию задолженности коллекторам, он должен письменно уведомить об этом должника в течение 30 дней. Когда коллектор звонит за взысканием задолженности должнику, он обязан представиться, обязан сказать о том, от какой организации он звонит, о том, какой кредитор именно взыскивает эту задолженность. И звонки у нас ограничены по времени. То есть нельзя звонить в будние дни с 22 часов до 8 утра, в выходные и праздничные дни с 20 часов до 9 утра, не более одного раза в день, не более двух раз в неделю и не более восьми раз в месяц. Телефонные звонки с угрозами необходимо записывать. Факты порчи имущества обязательно фиксировать. Чтобы установить личность незваных гостей, в подъезде можно повесить камеры видеонаблюдения. И что немаловажно, все собранные материалы оперативно передавать в правоохранительные органы. Самоуправство, побои, вымогательства – это самые частые статьи, под которые подпадают неправомерные действия коллекторов, если такое происходит. Поэтому свои права нужно защищать, молчать об этом не нужно, обращаться в полицию, обращаться в суд. Если будут установлены лица, которые это осуществляют, можно компенсировать моральный вред и взыскать убытки, если вашему имуществу был причинен ущерб. А по возможности лучше вообще не иметь дела с кредитными организациями, в репутации и добропорядочности которых не уверен. Большие процентные ставки и растущие с каждым днем просрочки пени только усугубят, и без того плохое финансовое положение. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.